Как одеть персонажа? Где открываются локалки? У меня нет локалок! Прошел 7 эпохальных подземелий! Не выпало ни одной шмотки! Посмотрите, водоспех нельзя поднимать! Нельзя передавать! Матфа-фа-ка, кикс-ин-лайк! Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу! И сегодня я расскажу вам о том, как одеть максимально быстро себя в 340-350 плюс шмот. С учетом того, что вы только прокачали персонажа, это абсолютно халявно и потратит минимальное количество времени. Поехали! Но перед этим я рекомендую вам ознакомиться с ребяточками с dwing.net, которые помогут вам прокачать персонажей, одеть их в жесткий уровень предмета в 350 плюс, выполнить ачивочки и, конечно же, с золотом. А по промокоду EVILNOU вы получите 15% скидку. Ссылка в описании. Итак, на первом пункте у нас будет находиться, дорогие мои, Арати. Арати. Открылась новая локация Арати с Варфронтом. Сейчас ей владеет Альянс. В зависимости от того, кто ей владеет, там появляются у них квесты. Либо здесь Альянс, либо тут за Орду появляются квесты, в результате которых получите кучу ресурсов войны, азерита получите, и 340-370 шмакия халявного, поэтому кто владеет, тот и фармит шмот, соответственно. Но обновляется каждый раз, когда кто-то перезахватывает эту бойню, соответственно. Здесь также ездит World Boss новый, который есть, только, соответственно, для определенной фракции. В данном случае, если Альянс захватил, здесь World Boss Орды стоит, и с него 355 плюс шмот падает, тоже, по сути, ищите халявный рейд, через заранее собранные другое, да, халявный рейд у вас будет, дорогие мои, да. Также, точно такой же World Boss у нас появился и просто на наших замечательных островах. В данном случае он на Култиросе находится вот здесь, ну, я его уже прошел, поэтому он не показывается, да. Здесь он будет стоять в виде локалки, 250 ресурсов задается, фиолетовая локалка. Никак не спутаете, приходите, тоже очень просто, заходите в заранее собранные другое, и ищите, да, какое-нибудь тут название босса и прочее. Вот Faceless Herald, VM Offman, да, к примеру, и куча других. Чтобы выполнять подобного рода задания, вам советую я взять World Quest List. Замечательный аддон, позволяющий выполнять локальные задания в пати. И когда вы будете прибегать к нужному World Boss или локалке, вы будете сразу искать пати автоматически, там все увидите, сходу будет появляться такая, экран, поиск, да, и поможет вам найти пати. Вот так, кстати, мигает ужасающим образом у нас аддон Silver Dragon, Silver Dragon, который нам также понадобится, чтобы фармить рарников. На Арате появилась масса рарников, как для Орды, так и для Альянса. Но, соответственно, какая фракция преобладает, та и фармит. Ну, имеется в виду на сервере, да, то есть сейчас захачен Альянсом у нас Арате, но мы Ордой, как видите, здесь бесконечно летаем и фармим. То есть это показывает всех рарников. Со всех рарников могут выпасть игрушки, 5 маунтов новых на этой локации, да. Мне выпал уже, уже мне выпал, дорогие друзья, если писать здесь Арате, написать, да, выпал лютокрил племени Сухокожих, выпал мне вот этот вот замечательный Ембет, Бэтрайдер выпал, да, крутой очень маунт, по крайней мере, я считаю, что он уникальный, по сравнению с тем, что был в магазине, разве что, да, платный. Потом, здесь выпадает куча, опять же, игрушек и питомцев, плюс 340 плюс шматье, понимаете? 340 и выше, то есть может еще и апнуться, как вот это, например, апнулось с гнездом. Три шмотки мне выпало за 20 минут фарма, где-то всего лишь 20 минут фарма, и все выпало. Но, сразу говорю, одного босса, одного рарника можно убивать только один раз за все время. Если же вы убили его второй раз, лута с него уже не будет. Я так понимаю, все рарники будут обновляться каждый раз, когда будет обновляться владелец этого варфронта. И, соответственно, когда мы наберем достаточное количество ресурсов в Зандаларе, и захватим здесь, опять же-таки, лидерство, нам Орде появится как ворлд-босс дополнительный, да, с дополнительным дропом. Появятся, конечно же, квестики на кучу шматья, и не только, а зелиты ресурсов. И, конечно же, опять же, обновляться эти рарники, которых также можно будет ходить и гриндонить фарми, дорогие мои друзья. И это, как по мне, очень-очень сочно. Итак, дорогие друзья, что же мы по итогу имеем, да? Мы можем халявно получить шмоточку с двух ворлд-боссов. Ну, если вы, конечно, за нужную фракцию 355+. Я видел лично при мне, да, 370-го она апнулась. Так что это жестко. Мы можем получить халявное за 20-40 максимум минут фарма по вот этим боссам пролететься. Ваншотное практически для такой огромной пати. Вы можете халявно полутать, опять же, кучу 340 плюс шматья. Это, если что, в заранее собранных ищется, в другом, да? Это может быть как PvP, как и не PvP режим. Вы ищете что-то подобное. И видите здесь AratiRarsVMOn. И подобные названия. Можете сами такое создать, как эту, да? И заходите, всех берут, без разбору, со всеми формят. Все отлично, халявно, да? Так же, так же, дорогие мои, что вам нужно, да? Что вам нужно? Нужно выполнять локалочки. Локалочки, как видите, тоже обладают массой шмот потенциала. Но локалки нужно делать сразу после World Boss'а и, естественно, после фарма рарников. Потому что у вас увеличится и левел, и, соответственно, увеличится и левел шмотя, который падает с локалок. Они постоянно обновляются и буквально за несколько часов, получается, да? Ну, часа два от силы вы выполните все локалки, кучу рарников. И будете уже буквально после старта, после старта, скорее всего, если вам повезет, вы можете стать вполне, вполне 330-м. Если вам не очень повезет, уже 320-м стать, так или иначе. Потому что за локалки шмот, как видите, его много. А, соответственно, уже после вот таких вот локалочных дел идете в мифики 0, да? Идете в мифики плюс уже открывшиеся, да? Чтобы получить какую-то свою доп-добычу. Между прочим, что касается доп-добычи, дорогие мои, открылись у нас и монетки. Появились и монетки, и находятся они в случае Орды вот на вот этой вот полосе. Не ошибетесь, прямо под полетником там стоят такие эфириалы торговцы, и они дают вам монетку, да? Бают монетку, их всего две можно взять за соответствующие ресурсы. Поэтому берите, наслаждайтесь, получайте все от жизни, что только захотите. С этой монеткой можно получить доп-добычу с ворлдбоссов, с этой монеткой можно получить добычу с мификов. Соответственно, сундук, который будет раз в неделю давать вам шмотку за выполнение мифик плюс. То есть, какой-то вы закроете ключ, один плюс, да? Вы получите шмотку, которая будет находиться у вас, скорее всего, на вашем военном корабле, либо в порту, я точно не знаю, где она еще будет находиться, но, скорее всего, на военном корабле вашем она будет находиться. Ну, соответственно, для Орды и Альянса, да? Еще, конечно, каждому наверняка новичку хотелось бы узнать, по какой логике работает мифик плюс. Все очень просто, вы идете в мифик 0, то есть для этого вы создаете там, либо сами создаете, либо ищете в пате заранее собранных, да, заранее собранные тыкаете, жмете подземелье, поиск группы, и как видите, уже что-то да происходит, куда-то все идут, плюс вот сразу же у кого-то есть ключ, у кого-то его нет, поэтому сначала вы должны пройти плюс 0 какое-то подземелье, да, пишете название подземелья, пишете плюс 0, проходит его плюс 0, собираете пати, да, то есть именно просто в мифической сложности, затем, затем вы получаете после финального босса ключ, в этом ключе будет написано, какой уровень и какой следующий инст вы будете проходить, допустим, будет плюс 2 атал дозора, да, плюс 2 атал дозора, то есть мощность будет увеличена на какое-то количество процентов, да, какие-то возможно появятся аффиксы дополнительные, какие-то проблемы, и за это вы не будете получать лут, то есть вы пройдете абсолютно голиком, и в самом-самом конце лута не будет, и только в самом конце будет именно сундучок, а с тем количеством лута, которое вы заслужили по времени, и соответственно, не важно, даже если вы пройдете не во время какой-то ключ определенный, с него будет падать наивысшая какая-то шмотка, это будет, там есть какое-то определенное скалирование, не уверен, да, но сразу скажу, что на данный момент, насколько мне известно, 10-й ключ, это максимальный, из которого падает именно максимальная шмотка, то есть можно и больше 10-го ходить, да, но в 10-м падают самые большие левелы шмотки, и, соответственно, еще большего падают после того, как вы получите его в недельном сундуке, шмоточку, да, и это замечательно. А я надеюсь, вам понравилось это видео, дорогие друзья, и вы поймете, как одеваться в данном-то контенте, когда открылось столько всякого вкусного дела, что просто идешь и получаешь сразу и левел, и у вас никогда не будет проблем с тем, как одеться и как найти пати, потому что я вроде вам все рассказал. Соответственно, аддоны, о которых я говорил, будут внизу в описании, World Quest List и Silver Dragon, и, конечно же, я надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, обязательно наткнете колокольчик, расскажете друзьям, и, придя ко мне на стрим с 18 до 22, заданайте мне жу-вау.